Сегодня мы поели супа, рыбы, картошки с салом и английского салата. А еще мы попили английской воды. Мы сегодня хорошо поужинали. А все потому, что мы живем под Лондоном и носим фамилию Смит. Картошка с салом очень вкусна и масло в салате не прогоркла. Масло от бокалейщика, что на углу лучше, чем масло из лавочки напротив нас. Ну и гораздо лучше, чем масло от бокалейщика, что под горкой. Да нет, я вовсе не хочу сказать, что у них плохое масло. Нет, но все же масло от бокалейщика, что на углу самое лучшее. Да и рыба оказалась свежей, но просто пальчики оближешь. Я подкладывала себе два раза. Что вы ее слушаете? Она подкладывала себе три раза, после чего ей пришлось ходить в туалет. Да, ну и что? Но ты тоже подкладывала себе три раза. Но в третий раз ты положил себя гораздо больше, чем два первых. А я наоборот. Я положила гораздо меньше, поэтому мне пришлось сходить в туалет и за себя, и за него. А йогурт хорош для желудка и почек. Хорош он также для апофеоза и аппендицита. Это мне сказал доктор Маккензи. Он очень хороший врач. Он прописывает только те лекарства, которые испробовал на себе. Да, и прежде чем сделать операцию печени Паркеру, он сперва сам лег на операцию, хотя и не был болен. Дорогая, тебе можно задать один вопрос? Задавай. Вот смотри, вот как получилось, что доктор жив, а Паркер умер? Очень просто. Просто для доктора операция прошла удачно, а для Паркера нет. Ну тогда получается доктор Маккензи плохой врач. Почему? Это Ангелина Мигранова и Родион Сабировы. И отрывок из спектакля «Лысая певица», поставленного ими. Вы поставили его, по-моему, еще на Булаке, да? Да, в 2010 году. В 2010 году. И он, кстати, победил. Давайте тогда про театр на Булаке поговорим. Столько всяких гадостей, всякие рассказы. Кто-то хорош, кто-то плохой. Кто-то вообще говорит, это там отмывают деньги. У меня, например, сестра там ставила спектакль. Значит, она ставила спектакль, радовалась, что появилась такая площадка. Они там несколько раз, значит, успешно выступили. Потом им сказали, что нужно платить больше денег и что, как бы, группе остается совсем мало денег. Вот. Это распространенное явление. Ну да. То есть арендная ставка там очень дорогая. Ну здесь даже вопрос не в деньгах, если говорить об этом. Здесь вопрос... В отношении. Как бы, корректно, надо сказать, даже отношения, отношения, но... Ну что такое отношения? Вас что там? Присесовали, деньги отбирали, скандалили, по чесноку давайте. А то все молчат, город маленький, все сохраняют... Все говорят, о, там непонятная обстановка. Когда придешь, вроде хорошо, уютненько, замечательно, а... Ладно, хорошо, нет. Ладно, хорошо скажем. Хороший театр. А у нас такого театра... Изначально будем говорить об этом. У нас такого театра в Казани не было и нет. То есть он занял свою нишу. Хорошую, плохую, но нишу. Он занял... Благодаря кому? Оладинскому? Благодаря Оладинскому, который всех собрал. В первую очередь Оладинскому. Его сейчас по каким-то причинам там нет, но это тот человек, который собрал, сорганизовал. И посеял это зерно. Да, будем так говорить. А сейчас, то есть мы уже там сколько? У нас уже там два года нет. Ну, наверное, два года. Изначально, да, нас, то есть, зацепило отношение, потому что наши декорации были использованы в другом спектакле. Без вашего режима. Без нашего... Тем более, это декорация, единственная наша декорация, вы спирит. Это два наших дивана. И когда нам зрители сообщили... Купленная на деньги Дед Морозин или все-таки это... Нет, это были... На другие Дед Морозин. То есть, мебель была в театре на Булаке, но мы ее решили... То есть... Немножко оформить под свое художественное оформление. Да. Один раз, когда мы об этом узнали, мы подошли Евгению Санычу, он скажет, все, хорошо, все нормально, больше не было. Хорошо, а что оскорбило-то? Почему так вот резко ушло? Когда второй раз пришли, мы обнаружили, что они оборваны. А потом, когда в третьем... Порча имущества. Да. Это да. Мы потом опять все это сделали, а потом зритель нам позвонил, сказал, вот, видели ваши диваны. Мало того, диваны, еще какие-то режиссерские ходы с этим диваном. Вот. После этого мы уже не стали терпеть. Да, мы пришли, молча забрали вещи и ушли. Они как раз... Люди не рады. Иванами по Бауману родилось и действие. Мы очень рады, что мы оттуда ушли. В каком плане? Потому что мы не готовы работать в таком формате. Все-таки мы не хотим в угоду для зрителей, потому что, как сказать, я не спорю... Что значит в угоду для зрителей? Мне кажется, в любой актер в первую очередь... Не превращайте в коммерцию, прежде всего, творчество. Ну да, не ставьте на первый план. Да, нет, я не спорю. Да, театр, он никак не может функционировать без зрителей. То есть мы должны понимать, сцены, зрители — это одно как бы единое. Ну, творчество — первая основа, а зрители — это вторая. Столько выращивать, воспитывать зрителя, а не под его... Не прогибаться под его грудью. Хотя здесь, в принципе, можно и поспорить. У нас и так, в принципе, жизнь тяжелая. Еще приходить в театр, еще здесь должна нас грузить. Это тоже как бы здесь можно поспорить. Ну, это вопрос спорный. Это каждому, в принципе, свое. Каждому свое. То есть мы выбрали... Не захочет, уйдет, собственно. Да. И не придет в следующий раз. На блоке открывался. Были все счастливы, были все рады. И, то есть, наконец-то открылась, сказали, такая площадка, которая как, что, чего. Но потом это постепенно идея изначально, которую она председала, она куда-то ушла. То есть идея свободной площадки театральной. Ну, в которой можно экспериментировать. Где можно спорить, где можно понимать вопросы. Вы только на себе, скажем так, вытягиваете спектакль. Или все-таки у вас есть сотрудничество, скажем так, матерыми, состоявшимися актерами, с признанными, вот, может быть, назовите и совместные спектакли. Конечно, назовите. И кого привлекаете. Наши любимые артисты. Наши любимые артисты, да. Ну, королевы красоты. Там заслуженные народные артисты. Наши любимые – это Нина Ивановна Калаганова и Роман Ерыгин. Роман Владимирович Ильич. Нужно было с ними работать? Как они вас авторитетом не забивали? Я не знаю, может быть, как-то... Или все-таки... Да нет, там как раз, вот, если в «Королеве красоты», там какая-то образовалась такая семья. Команда. Команда, да. Поначалу было страшно. Мы очень долго не решались подойти к Нине Ване Калагановой. За что она теперь везде это поминает и до сих пор нам говорит. Почему же вы ко мне сразу не подошли? Я бы, конечно же, согласилась. Вот. Ну, а потом как-то началось такое совместное творчество. По поводу авторитета, я вот... Вот сначала было сложно, потому что мы же приходили в театр народный, как, что, чего, как они все играют. А потом, когда совместно начали репетировать... Была такая пристройка, конечно, своя. А потом, когда уже притерлись... А не задавили вас? Нет? Как бы... Вот, знаете, что... Ярыгин, например, энергетикой своей. Он, во-первых, при начале необразования педагог, как я читал... Ну, да, филолога, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, про Рома Владимировича. Нет, я не могу сказать, что он задавил. Он, наоборот, как-то так... Ребята, давайте пробовать. Ну, у нас просто изначально, когда мы к нему пришли, у нас изначально была готова конструкция здесь, можно сказать, так. Ну, и на самом деле, если смотреть, то если сравнивать все-таки уже, ну, как сказать, уже опытных артистов, молодых, то опытные они более, как сказать... Внимательные к партнеру? Да, 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 именно внимательные к партнеру, они именно прислушиваются ради, ну, как бы, ради общего будущего. Не перетягивают на себя. Да, да, да. А в молодых все-таки есть такое, что... Ну, какая-то есть... Эх, у меня получается, держите меня сильно. Нет, это будет по-моему. Нет, они были спокойны, нам очень... Наоборот, нам нравится. Нам нравилось с ними работать и... Ну, хорошо, вот, и все-таки возвращаясь вот этой эмоциональной составляющей, не жаль не хотелось поработать под руководством каких-то опытных людей подучиться, а потом вот этот протест какой-то, что ли, ваш максимализм юношеский заговорил, что вот мы создадим, сделаем и... А где можно ставить то, что тебе нравится в Казани? То есть, ну, не было... Ну, правда, негде. Все по тому и бегут, мне кажется. Мы тоже пытались, мы когда закончили... Я же учился одновременно на журналистике и на актерском. Вот мы когда закончили учиться, мы тоже пытались открыть свой театр, нашли даже инвесторов, Роман Владимирович мы хотели сделать как раз руководителем театра, там уже все, да, но в конце концов проект все-таки зашел в тупик, но так или иначе, каждый артист... Хочет стать самостоятельным, да? Да, я не знаю, ну, по крайней мере, в русскоязычном театре такая история. Если в татароязычном театре есть там Фарид Равкатович Бекчентаев и есть театр Камала, где там ставят тоже талантливые ребята, то в русскоязычном театре в Казани все достаточно так тоталитарно. Ну да. Да, вот и большое спасибо Фарид Равкатовичу, что он вообще есть и вообще, что существует вот эта команда, потому что, если так считать, но только он один... Ну да, дает возможность проявить себя. Да, он дает экспериментировать. То есть он... А на спектакле вы ходите его там на новую постановку? На последнюю особенно, да? Да, на морковку. Ну, а в последнее время... А так вообще ходили, да, ну мы же там поставили... Да вы что, вы пропустили однажды летним днем, еще не были на малой сцене. Ваш любимый малый формат как раз. Нет, то есть у нас еще не было такого формата. У нас тогда еще не было. Нет, вы что, недавно вышли спектакль? Да, что, конечно, это буквально недавно не было. По норвежским есть замечательный спектакль. Нет, что-то такое тоже старая постановка. Нет, нет, это все еще не было у нас. У нас сейчас планы дальше, вот дальше, как будете развиваться, куда будете стучаться, кому... Стучаться? Есть ли ничего, энтузиазм не поубавился, желание там свое сделать или там все-таки прибиться к готовому коллективу? Да нет, мы поэтому сейчас репетируем, то есть держим себя в форме, чтобы не... ну совсем не закиснуть. Вы сейчас в свободном полете, да? Помещения у вас нет. Нет. Будем стучаться к паре Дровкадыча. Можете завтра приходить и репетировать в... во сколько вам будет удобно. В 11 дня открывается клуб, у вас будет зал площадью 100 квадратных метров. Пожалуйста, вот мы сейчас онлайн практически решили вашу... Собственно, с завтрашнего дня можете... Это шутка? Нет, это абсолютно серьезно, то есть в течение месяца это, по крайней мере, первый месяц точно бесплатно в полностью вашем распоряжении. Ну мы, я не знаю, мы, то есть... У нас, во-первых, то есть аппаратура, та, которая у нас есть, колонки, свет, ну... То есть у нас есть, если что... Да мы можем, в принципе, завтра у нас завтра репетиция в ночь с аппетитом. Все отлично, я предлагаю в обед увидеться завтра в клубе Чайный Таун Кафе, я вам покажу зал, галерею, там как раз, в принципе, мы хотели запустить выставку, но выставку мы переносим чуть-чуть вперед, и поэтому зал пустует, можно и выспользовать. Ну, соответственно, и ребят в ближайшее время, я надеюсь, можно будет увидеть на площадке Чайна Таун, прекрасного, скажем, клуба... Я даже не знаю, какой формат, да, культурного центра, да, что на Булаке, соответственно, вот и вам желаем хороших премьер. А дальше, если продолжать, хорошо, театр, что-то с кино, да, я знаю, что вас пригласили как актеров, да, фильм, который ставится по произведению Дениса Осокина. «Сухая река». «Сухая река». Сейчас, что сейчас, какой процесс съемок, занимает ли он много времени, вообще как это? Он уже прошел, снимали мы неделю. Неделю. А это короткометражный фильм, да? Да, короткометражный. Ну, это были жесткие съемки. Во-первых, это были наши первые съемки. Это, да, но... Это же большая разница. Это же большая разница между театральными актерами и киноактерами. Да, ну, там, во-первых, холодно. Снимались мы зимой на улице, и поэтому приходилось купаться, приходилось... Раздеваться. Приходилось раздеваться. С ума сойти. Приходилось... Ну, то есть, очень такие довольно-таки условия. Приходилось любоваться, улыбаться, то есть, ну... Когда все замерзло. Ну, да. То есть, такие довольно-таки, как это называть, в экстремальных условиях. Да, у нас даже, когда мы снимались, у нас было даже такое, давай попробуем снять. А начали читать книги, Тарковского, как, что-то, чего. А потом решили, все-таки, нет, пока все-таки нужно заниматься тем, что умеете. Ну, да. Даже если говорить о том, что умеем и не умеем, потому что вот брать вот сейчас вот то, что мы сейчас репетируем, мы каждый раз, беря какое-то новое произведение, мы вот, честно говоря, учимся. И мы вот даже вот то, что вот записки сейчас делаем, вот с девочками делаем по современному прозвищу, мы сейчас прекрасно понимаем, что мы можем пойти на провал. Потому что записки сумасшедшие, мы сейчас пришли к такой проблеме, во-первых, не ставить как неправильно, не то, что как все. Мы решили сейчас без лишних предметов. Ну, чтобы они не мешали, не отвлекали от общего. Да, только один. По-питербургски, так сказать. Да, как кустовое пространство, да. То есть, не знаю, нам все пока интересен театр, это как актер, будем так говорить. А если в режиссерском говорить. Где главный человек. Это круто. А скажите, пожалуйста, а пьесу вам, ну, то есть сценарий вам дали почитать, вот, Асокинский до съемок, я надеюсь, да? Да, да, да. Вам понравилось вообще? По честному. По-честному сценария на самом деле не было. Было просто, ну, как краткий сюжет, наверное. А чтоб такое слова, со словами, прям полный. Во-первых, когда говорится сценарий. Подождите, а что экранизирует, сон Асокина, что ли? Там, знаете, сложно сейчас сказать, потому что это все-таки вещь. Если читать, она абсурдная. Там, если читать Сухаряка, именно то, что написано так, там, в принципе, вещи понятны. А тут, если говорить по киносценарию, оно... Ну, тут такая есть иная реальность. Это киносценарий для режиссера, будем так говорить. Он нам говорил, мы делали. То есть вы не можете представить пока, как сложится вот этот пазл из их тех съемок? Честно. Вы не видели, да, собранную? Нет, нет. То есть мы озвучили, видели какие-то куски. Куски, но общего материала мы еще не видели. А когда ждать? Мы на самом деле страшно смотреть. Потому что мы себя не любим смотреть со стороны. Ну, он сейчас монтируется, делается, то есть как Алексей дофантазирует, додумает. Поэтому там тоже большая часть этого монтаж. Монтаж, да. Да, уже давно, слишком часто упоминается в наших программах. Ну, а так было очень интересно работать, разговаривать. Я имею в виду с Алексеем. Ну, да, познавать новое на самом деле. Да, для нас это было новое и совсем по-другому, никак по-театральному. Но все-таки театральное для нас это... Ну, да, развивать свои актерские навыки. Потому что нужно здесь сейчас по щелчку сделать. Это все-таки требует все-таки... Сразу, без разгона. Конечно, да. Мы тут развели, значит, споры о жанрах. И прямо сейчас вернулись к общей беседе в программе «Трое на биме. Не считая собаки». Ведем программу, как всегда. Мы, я Паша Стёбин и Диляра Байчурина, издатель журналов «Собака», «Хоммэгазин» и портала «Урпур». Ну, а в гостях у нас замечательные молодые актеры. Молодые режиссеры и просто, я не знаю, культ треггеры я бы их назвал. Да, театр «Акт». Так называемый театр передвижного теперь, я уже смею так назвать вас, да? Это не шутка была. Ангелина Негранова и Родион Сабиров. По поводу театра? А по поводу площадки? Нет, абсолютно. Все серьезно. Я бы предложил вернуться к теме театра. У нас каждый раз, так или иначе, мы с Дилярой всегда приходим к беседе о том, какова ситуация в том или ином виде искусства на данный момент в городе и что нужно делать для того, чтобы популяризовать искусство или, не знаю, преподать его правильно. Вот как вы думаете, ходят ли, часто ли ходят в Казани в театр и, ну, относительно других городов, возможно, вы ездили с гастролями или просто в гости, а как обстоят дела в Казани? Насколько зрители у нас адекватные, скажем так? Насколько зрители благодарны? Мне кажется, у нас в Казани зритель адекватный, но... Надо его все-таки... Воспитывать, наверное, приучать к театру, да? Привычку надо. Хорошо, как? Нужно, как Фарид Равкач говорит, нужно... Побольше таких театров, вот как у нас. Да, он говорит о том, что у него корабль большой, и дело в том, что ему будет самому проще, если будет множество таких подобных, каких-то таких объектов, и нам будет проще, если даже мы будем репетировать завтра, если мы уже знаем, что завтра тоже какой-то театр открылся, нам будет даже проще. Потому что зрители уже будут сравнивать, ходить, то есть какая-то... Интересоваться, спорить, потому что... Будет такая театральная все-таки... Да, трудно быть гурманом в столовой, где подаются в течение пяти лет два блюда. Конечно, мы даже... Вчера разговаривали об этом с Ангелиной, мы иногда порой просто берем, мы уезжаем в Москву, ходим по улице, и говорят, давай ходите сюда, сюда. А вот в Казани иногда... А куда ходите в Москве? На какие спектакли? Какой театр больше всего нравится? Нам очень понравилась студия театральных искусств. Мы как раз попали на игроки Гоголя. Вот как раз мы, кстати, да, и говорили о том, что ближе, какой жанр. Вот, наверное, да. Все-таки здесь как раз попадание очень хорошее. Жена ваша нам нравится, да. А в Казани гуляешь... Нет, у нас есть театр, если говорить, потому что, если говорить там... У нас нет театра. У нас есть театр. У нас есть Стас Михайлов выберет театр. Да, но... Ну, честно говоря, у нас... У нас нет театров, или... Нет, они есть, конечно. Они у нас есть, но как-то все это... Камал... Традиционно, наверное. Ну, хорошо, а как вы считаете? Вот если вы выйдете в люди, да, и во время спектакля вашего, ну, будут сидеть зрители, я не знаю, попивая вино, возможно, да, в формате, ну, это же достаточно такой, возможно, беседуя... Ну, скажем, прервав беседу застольную, будут смотреть представление. Допустим, да, неискушенные зрители, а тот, к которому вы вышли сами. Насколько вы принимаете? Вот у вас же абсолютный формат – это вот этих вот фестивалей театральных, которые проходят в Эдинбурге, да, фестивали, которые проходят в... Господи, в Провансе, сейчас вспомню, город, который проводится в августе тоже... В Авиньоне, конечно же. То есть вот то, что делается на маленьких площадках, когда сами актеры выходят к зрителям. Вот вы насколько готовы смириться с тем, что вот в формате отдыхающих зрителей вы будете показывать серьезные какие-то там драматические вещи? Или все-таки это требует определенной культуры? Здесь, смотрите, задача, опять же, стоит, задача именно спектакля. Можно же спектакли поставить именно в формате диалога, допустим. Можно даже и, даже если, допустим, столики, там сидят, пьют кофе, что такое, в формате именно, когда человек сидит и делится. А есть иногда такие спектакли, где это будет мешать, и это будет вызывать... Ну, сбивать, и, конечно, это будет препятствовать. А, ну все это просто зависит от самого спектакля, да? То есть, в принципе, можно подстроиться под аудиторию, да, под разные площадки, скажем, аудиторию, которые... Готовы воспринимать. Ну, а цели и задачи на самом деле спектакля. Иной спектакль человек с баранхитом убьет. Да, кстати, у меня был такой опыт однажды, это ужасно. Ну, то есть, вас это не будет смущать, что вот такая популяризация будет происходить в разных обстановках. Как молодым, начинающим. Нет, а я предлагаю им вообще площадку, которая подходит идеально, камерная. То есть, там даже мы не будем выставлять. Я поняла, поняла, что площадка, про которую мы поговорили, это идеально. Была такая идея, то есть, она... То есть, у нас есть много идей, которые не реализованы. Но одна из... Какая? Можно даже сказать, если кто-то в городе поставит. Какая именно? Это, помнишь, мы думали о том, что зритель приходит в кафе. А, ну да. И знаете, то есть... Место действия кафе. Формально, то есть. И там вот диалоги, и они рождаются, то есть, непроизвольно. Допустим, мы раз пьем чай, и там раз кто-то заговорил, как что. То есть, и тут такие свои истории из жизни. Да, но они не учат, а мне что. Какая-то маленькая история, какие-то маленькие взаимоотношения, какой-то даже, может, взгляд, или как что-то. То есть, мы думали. И мы, кстати, хотели на Бауману сделать. Хотели, мы это сделали. Отличная идея, по-моему, да, когда зритель становится участником интерактива. Момент, зритель здесь как раз, он и участник, и актив. Он здесь может разговаривать, но в то же время он будет и не мешать. Тут как бы человек, ну, как бы... Хорошо, а единственное, что можно скатиться до уровня художественной самодельности. Вот здесь есть всегда опасность. Как вы вообще к этому относитесь? Насколько, как вы поддерживать будете профессионализмом? От мастерства, наверное, зависит. Да, да, мастерство. Поддерживать сейчас... А мы наше мастерство. Сейчас я вообще запутался. Да, чего-то всего. Я не знаю, что я сказала. Опять-таки из материал, наверное, которые мы знаем. Нет, если... Можно я попробую ответить, чуть-чуть имеющий отношение к театру? Мне кажется, что самое главное не нарушать правду вымысла. И если, как ребята говорят, вот в правде вымысла кафе органично входит, и пьяный даже человек, который пытается прервать артиста, не нарушает эту правду. И все верят. Да, и является просто одной из возможных вариаций развития событий. То это все гармонично, и театр живет. А вот если это камерное пространство, и вдруг внезапно туда прилетает бутылка, то актеры уже не отыграть не могут. И в этот момент все думают не о том, что происходит с героями пьесы, а что происходит с актерами, которые показывают постановку, и людьми, которые пришли ее посмотреть. Ну, понятно, понятно. Я просто уже как менеджер подключила все свои, как это организовать, как технически. То есть у меня в голове какой-то такой же план, как идея вообще. Ну, естественно, в спиртных напитках все-таки, как сказать, был как-то опыт в театре не было, когда мы только начинали играть, или там ребята, по-моему, не играли, но там был такой опыт, что там продавали пиво и чипсы. Пиво, чипсы, то есть ребята играют в серьезную работу. Мне кажется, пиво и чипсы не совместимы. Ну, это только в начале было, то есть это как бы не рассчитали, как что, и поэтому, то есть, ну, это естественно. Такое ощущение, что человек в кинотеатре. Хорошо, вы видите в то, что у нас когда-нибудь, может быть, Казань превратится вот площадкой для вот каких-то таких вот мини-театров? Будет, конечно. Будет, будем. Будем надеяться. По крайней мере, мы этого хотим. Фестивали театральные, возможно, да? По крайней мере, мы этого хотим, и мы понимаем... А если бы слушатели видели горящие глаза ваши сейчас? Мы понимаем, что, ну, нет у нас сейчас денег, ну, и бог с ними, то есть мы в любом случае будем ставить спектакли, независимо от каких-то площадок. Но хорошо, когда есть именно вот эта вот площадка, потому что вот даже вот мы в тюре сейчас репетируем, там есть репетационный зал, серый, будем его так называть, а есть белый зал, где он когда-то работал, где когда-то репетирует. То есть стены, они еще впитали вот это все, и поэтому нарабатывать, репетировать, когда зрители приходят, он... Ну, то есть мы в это верим. Именно в атмосферу. В атмосферу. Конечно, нужно создать атмосферу. То есть каждое пространство можно оживить. Ну, люди создают атмосферу, согласно, здесь не... Ну, что, мы устраиваем лиц. К блицу, я думаю. Да, мы будем задавать один вопрос, ну, скажем так, начало предложения, и предлагая, ну, то есть попеременно отвечать на вопросы. Не задумываясь практически. Да, значит, не получится. Да? Ну, и начали. Так, кто первый? Сейчас так. Подождите, как придет? Как придет? А, ставь. Я только что прочел. Что? Не понял. Книжку какую вы прочли? Ну, или пьесу, или что прочли? Инструкцию к освежителю воздуха. Я не поняла. Может быть, что-то надо поэзия в ритму. Сейчас. Ну, вот современную прозу прочитали. Прочитали современную прозу. Один, а, сейчас скажу, «50 оттенков серого» я прочитала. Ага, хорошо. Прекрасно. Лучший фильм последнего времени? Сложно с актерами, они так глубоко. Они как монахи. Молодые люди. Они сейчас в своих работах. Они как монахи, действительно. Лучший фильм, ну... Лучший фильм. Ну, что видели, что понравилось? То, что понравилось. Очень сложный. Ну, если говорить в плане эмоциональном или в плане... Не важно. Просто понравился. Это прекрасно. Идем дальше. Самое большое впечатление последнего времени? Приход сюда. И что вы нас так удивили? Отлично. Хорошо. Я давно хотел признаться... Что мы нас всех любим. Да. Я никогда не пропускаю. Я не могу... Не могу, у меня так быстро мысли не рождаются. Не пропускаем. Людей, наверное. Моя любимая цитата. А? Моя любимая цитата. Цитата. Давай свою. У тебя есть. Какое именно? У тебя их много, ты все время... Любую. Если хочешь отпустить это, отпусти это. Если оно вернется к тебе, оно твое навсегда. Если не вернется, значит, оно никогда не было твоим. Отлично. Напишу вконтакте. Несправедливо что? Что все решают деньги. Для полного счастья мне не хватает... ...нашого театра. Отлично. Больше всего я боюсь. Это плохую новость, наверное. Наверное, так. То есть, я имею в виду, с близким или что-то такое. То есть, это, наверное... Горе. Какой самый странный, нетипичный поступок, который вы совершили? Мы каждый раз их совершаем по глупости своей. Мы иногда... То есть, мы иногда и в театре что-то лепнем, что-то... То есть, иногда даже вот уход из театра, мы могли бы нормально уйти, я имею в виду. Из театра на Булаки. Даже из театра на Булаки. То есть, у нас все время как-то... Как-то подворачивается, что у нас все как-то не так, как у всех. Да, нет, в театре на Булаки мы там вынуждены были, потому что как бы нас обидели, как плевок был такой. Самое главное, что... А здесь нас обидели, что за неделю аренду подняли. Ну, как-то так получается. Да, нет, там мы ничего плохого не делали. Ну, не знаю, мы глупы сами по себе. Иногда такие вещи говорим непонятные. Что мы сказали, как что-то. Поэтому это, наверное, то, что мы говорим. Это эмоциональность, наверное. То, что говорим. Опыт, ведь это не то, что с нами происходит, а самое главное, то, что мы делаем с тем, что с нами происходит. Поэтому, я думаю, что в уроке свои надеемся, да. Да, и тогда вопрос такой. Я никогда не сделаю. Чего вы никогда не сделаете? Я никогда не сделаю. Наверное, не нужно задавать все вопросы, потому что жизнь такая, мне так кажется. Иногда ты порой тебе говоришь, что ты это не сделаешь. Никогда, и когда ты все время подворачиваешься в такой случае, что... Не зарекайся, в общем. Да, не зарекайся. Не то, что хочется, а вынужден это сделать. Поэтому... Никогда не говори никогда. Отлично. Ну, на этой ноте, наверное, можно и закончить нашу творческую программу. В общем, если кто-то есть в городе у нас, в плане... Ну, давайте просыпайтесь, наверное, так будем говорить. В плане театра, что все-таки... В плане культуры вообще. Ангелина Мигранова, Родион Сабиров. Сегодня были у нас в гостях в программе «Трое на Биме, не считая собаки». И уверен, вы сможете посмотреть это в видеоверсию, узнать подробности на портале urpur.ru, на bimru.ru. Статью про ребята прочитайте в журнале «Собака». В ближайшее время. Да, где-то 10 апреля, да, выйдет следующий? Да, да, да. Я жду с нетерпением следующего номера. Но... Нет, они выйдут в майском номере, ну, в апреле тоже есть еще почитать в журнале «Собака». Отлично. Прямо скажем. И я напомню, что программу ведем мы вместе с Дилярой Байчуриной. И Пашей Степином. Да, всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»